Всем привет! Ребята, это продолжение прохождения компании Halo Reach. С вами я, Spartanis 092, и эта часть будет такой же короткой, как и предыдущая, поскольку я подумал, что данный формат вам будет более интересен, чем слишком сильно затянутые видео по 30 минут, в которых я долго-долго что-то говорю, и никому это не интересно, никто это не досматривает. Так что такой вот формат будет где-то по 12-15 минут, я думаю, в самый раз, это будет максимум. И сейчас у нас продолжение прохождения миссии Exodus Halo Reach. И в прошлой части мы остановились на том, что нам нужно забрать гражданских, нужно забрать гражданских из мегаполиса, сейчас их заберет вот этот вот пеликан, а нам нужно лететь на побережье и поддержать наши силы, и поддержать тех же гражданских, чтобы они смогли улететь на транспортниках с планеты. Так, ну и сейчас мы отлетаем, пока они все грузятся, мы пока полетим сразу уничтожать Кейнант. И тем, кто будет проходить эту миссию именно с подсчетом очков, как у меня, советую уничтожать вот эти вот большие цели, больших брутов, вот как этот вот с гратационным молотом, поскольку за них дают дополнительные очки, вот 150, за которые вам уже в меню можно будет купить какие-либо интересные плюшки для брони, или для мультиплеера, кто как хочет. И я на самом деле сейчас играю в аутентичную часть, то есть у меня она на отдельном диске, не в Master Chief Collection, что можно заметить по субтитрам, которые отсутствуют. Вот, и просто потому, что я не захотел покупать, чисто с таким расчетом, зачем нет, если она у меня уже есть. Вот, также здесь советую сбивать банши, которые здесь летают, за них тоже очень много очков дают. Вот, по 150, наверное, где-то. Не всегда они, конечно, получается их поймать, но если вы уже в них попадаете, то они убирают буквально с нескольких выстрелов. В общем, здесь вы просто летите вдоль побережья, вот, стреляете по танкам там, помогаете морпехам, отбиваетесь от атак. То есть, ну, сейчас я играю на средней сложности, это не слишком сложно выглядит там, и вообще не слишком сложно отбиваться от них, но вот на легендарках это сложно. Так. О, самолет. Я проходил, на самом деле, уже, я знаю. О-о-о! Ну, кто-то чихнул, видимо, слишком сильно. Благодарим вас за выбор авиакомпании Аэрофлот. Желаем вам приятного полета. Я надеюсь, там все взяли спасательные жилеты. В противном же случае мне их жаль. Ну, ладно. Получилось, как получилось, а мы движемся дальше. Но у нас танки. И единственное, что меня угнетает, так это то, что все это нам придется зачистить. Ну, ладно, еще не впервой. Так, высадка. Сейчас нас долго будут высаживать. Хотя мы уже всех зачистить. Мы все равно будем здесь долго опускаться. Нужно подождать чуть-чуть. Так, ждем. Еще ждем. Пока нам все расскажут о том, что мы должны сделать. Зачем мы это должны делать? Вон, наконец-то подлетаем. Все, опускаемся. И выходим из пули. А, не, еще не опустились даже. Долго. Все. Фух, наконец-то. Не удивляйтесь, оружие у меня другое, поскольку прошлая точка возрождения у меня немножечко слетела, и с прошлой части у меня изменилось оружие на обычное. То бишь, я не смог его сохранить. Что очень печально, в принципе, потому что я мог бы раздать его морпеху. Но я все равно сейчас, наверное, не буду на машине ездить. Я доеду, уничтожу первый гаст здесь. И, да, сяду на него, потому что на машине не очень хорошо ездить. Ох. Ну, это да, это... Вы же знаете, что я научился водить части курсы по вождению. Так что все хорошо. У меня есть права. Транспортного средства. Так, все. Не хочу, ребят, подставлять просто под танки, под гранаты. А то мне всегда очень жаль морпехов, которые погибают. Я не знаю, почему. Я вообще стараюсь их сохранить. Плюс эта штука, вот, которая у меня намного лучше по проходимости. И... Ой. Опять. Они на самом деле очень опасные. Ну, куда ломанулись? Ваш же танк сейчас грохнет. Ну, кстати, можно сейчас этот танк своровать. Выбить водителя, но я чуть не хочу, лучше... Лучше просто его задамажить и все. Заодно очки дадут. Интересно, сколько. О, целых 380. Это много. Это хорошо. Так, там у нас за гранатометом чувак стоит, я помню. Тут у нас есть второй танк. Его я уже думаю захвачу. Надо сбить только пулеметчика здесь, а то он будет очень сильным. Так, все отлично. Теперь запрыгиваем. И главное не кидать в него гранату, а именно бить. То есть нажимаете обычную кнопку, которую вы используете для того, чтобы ударить врага. Вот, ну и все. И как только вы выбиваете водителя, вы можете в него сесть. Главное сейчас своих не пристрелить, потому что здесь это очень опасно. Ты можешь стрелять. Просто попасть по... Ну вот, о чем я и говорил. Вот он просто бежит и что я... Я нечаянно попал по нему. Мне самому это не сильно нравится. О, ну и что ты мне сделаешь? Я могу даже подождать, пока ко мне морпех сядет, чтобы на пулемет. Да. Танк, на самом деле, я всем советую в транспортных миссиях захватывать танк. Потому что он очень хорошо бьет. И если вам попадется какая-либо техника, вы спокойно можете с ней расправиться. Именно вражеская. И сейчас нам нужно первую батарею включить. Все отлично. Вот здесь у нас лежит гранатомет, который... Так, вроде заряжен полностью. О, кстати, вон на морпехе помощь летит. Сейчас я отдам, думаю, гранатомет кому-то. Здесь у нас гравитационный молот лежит. Где-то здесь вот. А, вот он. Все отлично. Вот у него, кстати, шлем отлетел. Прикольно, у меня такого еще не было, чтобы шлем отлетал. Видимо, слишком сильно долбанул. О, кстати, там чувак сразу с этим, с гранатометом. Так что лучше я не буду давать им свой. Потому что у меня опять... Да елы-палы, ну что они здесь стоят? Опять я его зад... Где я его вообще тут задавил? Вот они стоят, я просто их тупо не вижу. Потому что слишком темно. То есть они сливаются с окружающей местностью. Что довольно странно. Так, следующий. Следующая батарея. Там вроде врагов я уже всех зачистил. В прошлый раз еще на призраке. А, нет. Вот еще осталось пару. Ну, гравитационный молот не сильно. Это сложно. Привет. Куда кидаешь? Ух ты. Чуть ли своего собрата попал. Так, включаем еще одну батарею. Так, все. Гранатометы я тоже сейчас, наверное, отдам какому-нибудь из морпехов. Поскольку они с ним как бы лучше... ...управляются. Прошу прощения, моргнуло видео. Просто закончилась запись. Десятиминутка закончилась. Плюс я еще тут пару раз умер. Что я, в принципе, вырежу на монтаже. Ну, и раз вы это смотрите, значит, уже вырезал. Вот. Так. Кто там стреляет? Я же вроде всех грохнул уже. А, высадились. Ну, сейчас вам будет справедливый суд. Этого так, а второго задавлю просто. Ох, все отлично. Здесь, кстати, танк имеет очень сильную лобовую атаку. То есть ты можешь просто разогнаться и любую технику. Там бывает даже, что и такой же танк, каинанский, он просто в лоб ускоряется и все. И он даже поделать ничего не может с тобой. Так, здесь на самом деле с танком не очень, потому что много препятствий, а плазменный заряд взрывается даже от какого-либо сучка. Здесь можно так пострелять чисто. Вот. Видите, я сейчас не попаду. Вот. Потому что там фонарь стоял и остановка, и они просто мешают. То есть, если ты даже попадаешь, ты можешь попасть по морпехам, и это опасно. Сколько не стрелять туда, особенно ничего не произойдет, если только не пострелять по вот этой живой силе. Потому что здесь есть вот такие вот бруты, которые с гравитационным молотом и с пушкой. С топливной пушкой. Они очень опасные, но, опять же, это очень сложно попасть в них с помощью танка. Поэтому я лучше вылезу. У меня плюс еще гравитационный молот есть. Вон он там бегает. Ух. Аккуратнее, я ведь здесь стою. Так, сейчас белье ущиты. Не знаю, зачем у меня все равно есть. Что? Как ты лежал? Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Надо включить. А, ты еще здесь есть, точно. Прости, забыл про себя. Еще уработали. Так, все. Я тогда думаю, все, идем включать кнопку. Тут висит. А, не, еще кого-то там не убили. На радаре вижу. Скорее всего, какой-нибудь маленький грант. Я даже не знаю, где он там. Потому что я слышу звуки стрельбы. Может, какой-нибудь брут. А, кто это там? Ой, спрятался. Не сильно это тебе помогло. Здесь закрыто. И, я думаю, это конец миссии. Сейчас будет каст-сцена. И туда я немножечко вылетел. Так, нужно кнопку включить. Ой, там какой-то чувак с ногами на стол. Забрался. Ну, это вообще нехорошо. Ну-ка это. Здесь такая кнопка у нас. Слезь. Слышь? Слезь. Все, с ногами на стол нельзя. Особенно на карту. Ты что? Не забрался с ногами на стол. Ладно. Слезь. Слезь. Вы были открыты для взрыва. Репет. Вы были открыты для взрыва. Вы сейчас. Савилия, вы отрываете. Вы вывели. Вы спасли много жизни сегодня, Смарт. Смарт. Репет. Это НОБЛ-2. НОБЛ-6. НОБЛ-5. Вы копите. Это НОБЛ-6. Пойдем, НОБЛ-2. Вы вывели. ТОККМЕНТ. Через всего. Мы не получили ничего от него. Он не получил. Умеется. Как уfahrмоз desses на poner�� sus? А потом climb without 마. Хорошо. Тр respawn браков bit better. Спасибо тебе за просмотр, зритель, и поставь, пожалуйста, лайк, так как лайки очень помогают мне и мотивируют снимать для вас дальше. Также нажми на кнопку подписки и сделай её из красной в серую и бей с ноги в колокол. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.